Здравствуйте, дорогие друзья! С нами в студии Ифраем Ильяв, профессор, профессор квантовой химии, работаю в Тель-Авийском университете, и Владимир Плинер, инженер, доктор наук, химии, специалист в области химических технологий. В предыдущей передаче мы говорили о демографии, о родственной населении, о том, что если 2000 лет назад людей было десяток миллионов на планете, 100 лет назад нас было 3,5 миллиарда, а сегодня нас 7 миллиардов. И вот этот рост населения идет по такой кривой вверх, которая входит, эта кривая входит в 2030 году примерно, в такую фазу, когда рост населения становится просто взрывной, что сулит нам, соответственно, различные проблемы. На этом мы закончили предыдущую передачу, и сейчас мы поговорим дальше. Существует такой процесс, как снижение роста населения, особенно в развитых странах, когда родителям уже не нужно большое количество детей, чтобы обеспечивать их старость, старость их обеспечивают пенсионные накопления, и люди предпочитают вырасть одного-двух как бы качественных детей, вложиться в их воспитание, и, соответственно, количество населения в развитых странах уменьшается. Что мы можем сказать? Да, вот что касается развитых стран, вы абсолютно правы. Там, в самом деле, количество населения уменьшается, но это полностью компенсируется бурным ростом в странах третьего мира, в странах недостаточно развитых, и вот общее население Земли до сегодняшнего дня оно по-прежнему абсолютно четко следует графику, которую вывел знаменитый ученый Сергей Петрович Капица. Это гиперболический рост населения Земли. Можно нам показать рисунок номер 4? Да. То есть в настоящее время мы идем четко по этому графику. Вот там вот с правой стороны Капица выявил, что к определенному времени этот график должен перейти в плату. Вот это как раз, на мой взгляд, пока спорное утверждение. Оно говорит о том, что мы должны полностью изменить свою парадигму сознания. То есть вот такой гиперболический рост, он объясняется ничем иным, а именно сознательным поведением человека. Все, что касается сознательного поведения, то есть вот выращивание, например, домашнего скота, всякое экономическое или технологическое деятельное человека, она характеризуется именно вот таким гиперболическим ростом, гиперболической зависимостью. Они размножаются в естественных условиях, они размножаются по одному принципу, по одному графику, а животные, которых выращивает человек, они размножаются по тому же графику, что и человек. Совершенно верно. То есть вся человеческая осознанная деятельность, она просто регулируется совсем другим математическим законом. Мы говорили об этом, что если рост численности животных популяций в дикой природе, это закон Мальтуса, то есть скорость пропорциональна количеству имеющихся особей, то в человеческом обществе происходит иная закономерность, то есть рост доселения пропорционален количеству связи, то есть количеству квадрата этого числа, то есть количеству связи. Но профессор Капец, тем не менее, прогнозирует стабилизацию роста населения на уровне 12-13 миллиардов человек. 12-13 миллиардов, сейчас нас 7, и мы испытываем проблемы перенаселения. А как будет у нас 12-13 миллиардов человек, то просто элементарно, хватит ли нам пищи, хватит ли нам места, где мы будем жить? Ну, в принципе, места хватает и сейчас, просто эти места, они не приспособлены для жилья, и это очень дорого в настоящий момент нам туда идти, там жить и обустраивать новые эти территории. Но всё дело даже не в этом. Ведь, в принципе, человек, он отличается от животного тем, что он умеет изобретать разные новые технологии и прогнозировать немножко своё будущее, к которому он стремится. И вот эти вот новые технологии, они позволят нам совершенно по-другому осваивать нашу Землю и другие территории. Ну, вот Стивен Хокинг, он говорит, что нам надо уже, пора, известный физик, лететь на другие планеты и осваивать другие планеты. Осваивать на Земле он уже махнул рукой на Землю. Ну, в принципе, да. Но на Земле, если так посмотреть, то нам грозит не то событие, которое называется, что у нас не будет что есть или у нас не будет что пить. У нас распределение продуктов совершенно никуда не годится. И если мы наладим систему распределения, тогда тоже те ресурсы, которыми мы обладаем, они вполне нас обеспечат. То есть проблема не в количестве людей, а просто в их умении уживаться. С одной стороны, уживаться друг с другом и уживаться с природой, а с другой стороны, значит, вот хороший пример был давно-давно, когда в Лондоне были прогнозы такие, что он утонет на ОЗе, потому как количество повозок и транспорт гужевой, он превалировал, и деваться будет нам некуда. То есть мы обречены. А потом оказалось, что можно передвигаться на автомобилях. И теперь Лондон утонет в выхлопных газах. Ну и теперь переходит на электромобили, на гибрид. И таким образом мы решаем эти проблемы. То есть скачок технологий, он выводит нас. Да, раньше алюминий... Сменяет одну проблему на другую. И алюминий раньше стоил очень дорого. Но после того, как научились его добывать из бокситовой руды, алюминий стал у нас, в общем, бросовым материалом. Это все было раньше. В настоящее время мы вступаем, действительно, в эпоху сингулярности. Причем это впервые в истории человечества происходит. Давайте поясним, что такое сингулярность. Потому что мы в прошлый раз об этом говорили, а в этот раз используем уже этот термин, как будто бы он всем известен. Что такое сингулярность? Под сингулярностью мы понимаем такой взрывообразный рост развития чего-либо. В частности, вот население, да? В частности, население, но не только население. Любая, как я уже сказал, человеческая деятельность, она приводит к такому росту. В том числе и технологическая деятельность. Вот, например, какие еще сингулярности? Например, вот рост производства энергии в человеческом обществе. Он тоже профессионален квадрату числа людей. Но и использование энергии, даже индивидуально, оно зависит, как выясняется, от общего количества потребителей. То есть чем больше потребителей, тем больше каждый из них использует? Совершенно верно. То есть это вот такой гиперболический рост в данном случае. Я могу привести еще и другие примеры. Например, загрязнение окружающей среды. Мы тонем в мусоре. Например, в океане пластика уже больше, чем рыбы. То есть все это тоже идет по гиперболическому закону. Да, я видел такие съемки, где к течению создают такие воронки, и там скапливаются огромные просто поля вот этого пластика. Вот размножение определенных паразитов, связанных либо с человеческим телом, либо с человеческой деятельностью. Так вот известно, например, что грибок кандиты, который живет в человеческом организме, там тоже имеется такой же гиперболический рост. То есть все, что связано с человеком и его деятельностью, идет по гиперболическому росту. А все, что связано с природой? Человек — это как бы он человек разумный. Это животное, которое обладает сознанием. Это то качественное отличие, которое отличает нас от животного мира. И поэтому все, чему человек как бы прикасается, оно сразу же меняет свой рост. И это вот приводит к тому, что в настоящее время мы живем в совершенно уникальном период, когда вот количество таких сингулярностей, о некоторых которых я уже говорил, оно как бы происходит... Накладываются, они все накладывают один на другой. ...доложение одно на другой, и мы приходим к такому, что ли, гиперсингулярному времени или гиперсингулярной точке в нашем развитии. Это происходит впервые в истории. И вот за этой точкой те модели, которые наука как бы использует для прогнозирования, они уже не будут работать. Именно вот в этом плане то, что Капица говорит о оплате, на которую мы выйдем, это, в общем-то, пока очень спекулятивные всякие вещи. Кроме того, просто работы, занятости не хватает на всех. То есть это получается такая ситуация, когда кризис накладывается на кризис, и ученые действительно бьют тревогу, потому что статистика показывает, что впереди у нас тотальная безработица. К 30-му году 2 миллиарда безработных, а к 50-му половина народонаселения, работоспособного народонаселения планеты будет неудел. Что им делать? То есть это те потенциальные люди, которые могут обратить свое безделие против цивилизации. То есть одна из проблем цивилизации, то что она слишком научилась производить, и уже не нужно задействовать много людей, чтобы производить товары. Да, и слишком легко при этом вот этот техногуманитарный баланс, он начинает ломаться. Слишком легко стало добывать оружие, слишком доступны стали оружия массового поражения, биологическое, химическое, ядерное. То есть это терроризм, фашизм, это то, что ждет наши... На помощь о сингулярности у меня еще такой вопрос. Да, вот то есть если мы входим в эпоху сингулярности, то, проще говоря, из-за взрывоопасного такого развития люди теряют фактически контроль над многими вещами. Нельзя проконтролировать, можно сказать, взрыв. И поэтому вот то, что мы говорили о техногуманитарном балансе, то можно сказать так, что техническая часть, она будет идти по экспонент, по гиперболической зависимости. То есть техническое развитие становится все более быстрым за все более короткое время. И сингулярно. А вот гуманитарная часть, гуманитарная составляющая, она как раз таки не идет так. И это вот та проблема, перед которой сейчас стоит человечество. То есть то, что Вадим говорил, есть огромное количество тех опасностей, которые нас в результате этого развития ожидают. Ну и что наука... Какие выходы предлагает наука из этого сингулярного кризиса? Наука выходов не предлагает. Она предлагает... Жалко. Да. Она предполагает, как можно выйти из этих кризисов. Значит, с одной стороны, эти кризисы... Ну, вот я упоминал Стивен Хоукинг, существует такой проект в СЭТИ, поиска внеземных цивилизаций. И с 59-го года он еще идет. Ищут давно, но найти как-то пока не могут. Да, есть такое название «Великое молчание космоса» или «Парадокс Ферми», что никто к нам не отзывается, на наши эти позывы, призывы. Возможно, это говорит как раз о наличии разума во Вселенной, что он не хочет выходить на связь. Очень может быть. Если посмотреть снаружи на нашу Землю, то, во-первых, это очень красивая планета, голубая висит в черном безмолвии, а с другой стороны, она окружена... Порядка двух тысяч спутников одновременно крутятся вокруг нашей планеты. Я когда-то читал эту цифру. И телевидение, радио, все это уходит в космос, все эти радиовещания, телевещания, это все это, в суть, как бы делает нашу планету грязной. Ее можно заметить достаточно легко. Если кто хочет, если кто бы хотел, то уже заметил бы, да? Ну, если кто хотел, если до кого она дойдет, потому что скорость света примерно 300 тысяч километров в секунду, значит. Телевидение у нас началось где-то в конце 40-х годов на планете. И куда дошел этот сигнал, можно посчитать, есть ли в ближайшем этом окружении у нас какие-то звезды, где могут жить другие-то с этим. Да, тут есть еще принципиальный вопрос. Когда-то на Земле было достаточно места, да? Его все заполнили, и, значит, не могут ужиться друг с другом люди. Предположим, мы освоим какую-то новую планету. Одну, две, три. Через какое-то время проблема вернется на свой круг. То есть, в принципе, человек везет с собой весь багаж своих проблем, которые он здесь имеет, туда. Куда бы он не привез, да? Через некоторое время там тоже возникнет тоже сингулярный кризис, и все начнется сначала. Да, совершенно верно. Чтобы изменить этот гиперболический сингулярный рост, люди должны изменить парадигму своего мышления. То есть, вот именно такая парадигма мышления, которая как бы настроена на индивидуализм, на эгоизм, на потребительство, оно именно является основой этого гиперболического роста. И в данном случае, вот Вадим назвал одно из возможных решений. Ученые также, многие, они как бы говорят о том, что если наука не в состоянии решить это, то мы построим искусственный разум, который будет гораздо более мощнейшим. Человеческий разум не может решить, мы построим искусственный разум, который решит. Нам поможет. Совершенно верно. Нам поможет это решить. Тут есть большие... Есть огромные опасности реально, потому что вот мы знаем, что искусственный интеллект, который более мощный, чем человеческий интеллект, и который основан на тех же самых эгоистических принципах, как и человеческая граница, он, скорее всего, будет представлять угрозу для человечества. И вот есть уже примеры того, как нулевое поколение этих интеллектуальных роботов, они уже как раз-таки угрожают человечеству его уничтожением. Когда спрашивают знаменитый робот Софей, когда у него спросили, что ты делаешь с человечеством, когда ты станешь умнее, то она сказала сразу, что я его уничтожу. То есть вот на самом деле те фантастические прогнозы, которые мы читали 50 лет тому назад о том, что произойдет, когда на нашей планете Земля будет уже поколение интеллектуальных роботов, оно может реально сбыться. То есть если мы сами не изменимся, то никакой искусственный интеллект, созданный нами, нам тоже не поможет. Интеллект скажет просто, зачем вы мне нужны. А, зачем вы мне нужны. Софии там был провокционный вопрос задан. Но в принципе, когда интеллект сам себя начнет осознавать, у него появится свое сознание, он посмотрит на нас и действительно спросит сам себя. Ну, в общем, зачем мне нужны эти люди. Они только мешают нам развиваться. Еще какие могут быть варианты, кроме незаметных цивилизаций и искусственного разума? Многие говорят о гении в пробирке, что можно... Значит, во-первых, так, Рэй Курцвейл, знаменитый футуролог, американский ученый, он основал институт сингулярности. Вместе с НАСА, Гуглом участвуют, которые, в общем-то, изучают этот феномен, и они хотят, так сказать, спрогнозировать все-таки, что может произойти и как с этим делом разбираться. А в нашей стране, я знаю, есть люди, которые организуют специальные кафедры в институтах, которые выращивают, так сказать, научную, интеллектуальную элиту, которая может, так сказать, руководить в такие критические моменты народом и, так сказать, уводить... То есть надо воспитать специального человека, не такого, как мы все, а некоторого гения, который, опять же, решит проблему человечества. Это открываются кафедры когнестевистики, которые начинают, так сказать, воспитывать человека, выращивать человека разносторонне образованного, который владеет массой разных, так сказать, навыков, разных научных дисциплин, и какая-то основная у него есть основная, а побочная, он разбирается хорошо как в математике, так и, как древние греки говорили, умеет и читать, и плавать. Здесь есть вопрос. Предположим, действительно, такой будет гений. Выращен, и, предположим, он даст человечеству какие-то, значит, советы, да, как ему развиваться. Кто его послушает? Ну, а кем он выращен? Он выращен, опять же, нами. И будет он нести в себе те же наследственные черты, что и мы. Что же нам делать? Самое главное, да, что он будет в плане сознания тем же самым индивидуальным потребителем и эгоистом, если можно так сказать. То есть парадигма сознания, это как раз таки то, что нас реально приводит к всем этим ужасным проблемам, связанным с гиперболическим ростом, сингулярным. Ну, а какое-то позитивное решение есть у нас? Как в Одессе говорят, их есть у меня. В принципе, природа дает нам подсказки. Есть такие моменты, как синергия, есть такие моменты, как эмерджентность. То есть, когда начинает работать коллективный разум, когда люди объединяются вокруг какой-то идеи и начинают действительно менять парадигмы своего сознания. Коллективный разум. Вот, да. То есть не искусственный разум, не инопланетный разум, не индивидуальный разум какого-то геи. Осознанная смена парадигмы мышления, это называется. Осознанная смена парадигмы мышления. мышление. Когда мы начинаем думать, исходя не из эгоистических своих каких-то свойств, а думать о других. И как же нам, мы вот воспитанные там миллионы лет, думаем только о себе, потом мы изменимся и будем думать о других. Ну, во-первых, есть такие методики, которые позволяют. Вот на этом давайте мы закончим нашу передачу, что время подходит к концу. И в следующей передаче мы уже подробно поговорим об этих методиках, которые могут изменить наше сознание, чтобы нам удалось выжить в эпоху сингулярного кризиса. Всего доброго. До свидания.